Руслан Костоленков и Владимир Крюков участвовали в заседании суда в наручниках. Судья Маслов назвал это усиленным контролем за их поведением. На руках участников дела огромные порезы. На предыдущем заседании Костоленков и Крюков демонстративно вскрыли себе вены, после чего их госпитализировали. Крюков опросил у суда разрешение выступить. Ранее через адвоката он передал открытое письмо, в котором назвал дело нового величия цирком, и заявил, что считает несправедливым держать невинных людей за решеткой. В суде он вновь отметил, что его поступок не попытка суицида, а знак протеста, в том числе против заключения под стражу, когда половина участников дела находятся под домашним арестом при тех же обвинениях. Родственники Крюкова не живут в Москве. Его маму о случившемся уведомил адвокат Дмитрий Иванов. Моя доверительница живет в Келенджике. В общем, очень... Ну, когда я позвонил, она очень сильно, мягко сказать, плакала. Ну, в общем, это травма, конечно, для нее, для всей ее семьи, для них это, в общем, очень тяжелая ситуация. Состояние было очень подавлено он был. Отчаянное состояние. И он говорит о том, что вот этот поступок, это крик души был, который, в общем-то, у него не надеется уже ни на что, а надеется на то, что вот общественность поддержит его. Заседание началось с заявления о том, что находившийся под домашним арестом Сергей Гаврилов скрылся от суда и нарушил меру пресечения. Обвинение просило выделить его дело в отдельное производство, ужесточить меру пресечения и объявить в розыск. Суд поддержал ходатайство. Гаврилов заочно арестован. Накануне стало известно о возможном побеге Гаврилова и его просьбе политического убежища на Украине. Адвокат Марии Дубовик Карина Москаленко уведомила суд о готовящейся жалобе в Страсбург. 10 октября Мосгорсуд отменил заседание по апелляции на меру пресечения участников дела. Адвокаты не исключают, что это могло стать последней каплей для Гасталенкова и Крюкова. Используя меры, предусмотренные законом, они не могут ничего суду доказать, а когда их вообще лишают права на рассмотрение их жалобы в особенности, конечно, от них можно ждать срыва. И столько месяцев держать людей в тюрьме фактически, отбывая наказание, по которому они еще не осуждены, они не признаны виновными, это, конечно, такая системная проблема российского правосудия. На заседание не пришел свидетель со стороны обвинения, и участники процесса продолжили просмотр оперативной съемки со встреч движения. Их снимал внедренный сотрудник спецслужб. Защита уверяет, что именно он основал якобы экстремистское движение из участников оппозиционного телеграм-чата, написал устав нового величия и арендовал офис для так называемых учредительных собраний. Журналистам не удалось попасть на само заседание. Судебные приставы отправляли всех в зал видеотрансляций. Фрагменты оперативной съемки публиковало издание Грани.ру. Оно предполагает, что свидетеля зовут Раду Зелинский. Обвиняемыми по делу новое величие проходит 9 человек, включая отказавшегося от признательных показаний Павла Ребровского. За создание экстремистского сообщества и участие в нем им грозит до 10 лет заключения. Иван Воронин, Юрий Лебедев, Радио Свобода, Москва.